Вот уже более полутора тысяч лет к нему идут за чудесами. Мощи Георгия Победоносца сегодня покинули Киево-Печерскую Лавру, их перевезли в новое место. Продолжит Антонина Моровди. Десница великомученика Георгия и икона, которую не смогли ни сжечь, ни утопить. Не каждый может попасть на Афон. Женщинам вообще туда нельзя. Поэтому тысячи людей пытаются припасть к святыне. Тяжело больные просят исцеления, благодать просят все. Буду просить Бога, чтобы мне помог выздороветь и перенести это все. Трехи меньше пройти мне. Я просто благодарю. Я думаю, что всегда нужно благодарить, а не простить. Утром святыня покинула Лавру. Сегодня в храм всех святых мощи Георгия Победоносца привезли не случайно. Здесь строится самый высокий православный храм в мире. Кафедральный собор поднимется аж на 124 метра. Крестный ход вокруг строительства. Во главе несут раку с частицей десницы святого. Священники просят благословения у Георгия, чтобы он помог построить храм. Для великому ученика Георгия. Мы привезли вам мощи великому ученика Георгия, чтобы помог вашему народу. Мы видели чудеса, когда люди преклонялись перед мощами. Вместе с великому учеником Георгием восхвалят и казанскую икону Божьей Матери. Возносят две молитвы. У святого просят покровительства, у святой – защиты. Надеемся, что она и нас покреет своим покровом, заступит нас от всех бед и поможет в этом свете нам идти дорогой до спасения. Десница великому ученика Георгия Победоносца будет находиться в храме всех святых с 4 по 10 ноября. Дальше отправится по Украине. Антонина Моровди, Андрей Кузнецов. Подробности – телеканал Интер.